привет друзья сегодня мы решили приготовить шарлотку по старинному рецепту по самому по самому простому для этого нам понадобится там рецепте у меня в стаканах все но я решила сделать немножко побольше поэтому взяла кружки кружка вот такая сахара столько же такая же самая кружка муки корица нам понадобится ванильный сахар 4 яйца немножко сметанки чтобы загасить соду и яблоки естественно яблоки сейчас буду чистить для того чтобы приготовить шарлотку у меня есть вот такая старинная чудо печка это чудо печки уже лет сорок видите какая она интересная вот открываем крышечку видите какая тут такая сковорода вот в ней мы будем запекать шарлотку посмотрим какая она у нас получится красота берем подсолнечное масло и немножко смазываем сковороду и дно и бортики все смазываем аккуратненько почищенные яблочки и кожура и внутренности все нарезаем вот такими лепестками есть такие терки можно на терку но мне привычнее так почистил яблоко сразу быстренько нарезал почистил следующее быстренько нарезал и потом будем замешивать тесто вот яблочки наши готовы мы их уже порезали пошло сюда 6 крупных яблок яблоки каждый ложит по желанию сколько кто хочет мы любим много яблок так корица тоже по желанию яблочки посыпаем корицей мы очень любим корицу поэтому обильно посыпаем корицей но корицу желательно не переборщить и немножко посыпем сахарком яблочки яблочки с кислинкой чуть-чуть это тоже по желанию можно посыпать можно не посыпать все сейчас будем готовить тесто миску разбиваем 4 яйца яйца высыпаем сразу весь сахар и всыпаем ванильный сахар здесь пакетик и будем сейчас взбивать миксером до белой пены миксер у нас тоже старинный еще советских времен видите какой красавчик вот мы и мы будем взбивать посмотрите потому что здесь были два домашних яйца вот такая красота у нас получилось сейчас будем вмешивать сюда муку прямо всю сразу высыпаем немножко вот так вот сделаем чуть-чуть она не просыпалась у нас в разные стороны не разлеталась и буквально чуть-чуть провернем миксером чтобы не было комочков вот получилось у нас шикарнючее тесто берем столовую ложечку сметаны и пол чайной ложечки соды и таким образом мы загасим соды сметанкой вот так прямо ложки сейчас мы ее тут перемешаем перемешаем если у вас есть разрыхлитель значит положите чайную ложечку разрыхлителя если захотелось положить соды все теперь шикарным нашим тестом заливаем закрываем вот так вот аккуратненько наши яблочки чтобы все покрылись тестом вот все у нас готово накрываем крышкой включаем розетку выпекаться будет примерно час если у вас нет такой чудо печки будете печь духовке значит если у вас духовка с обдувом и вверх и низ то будет выпекаться минут 40 50 а если у вас обычная духовка в которой только греется или низ или вверх значит вы будете включать сначала низ в конце можете вверх то будет запекаться тоже где-то час все ждем когда будет готова вкуснейшая шарлотка итак друзья прошло 30 минут это только после этого можем немножко посмотреть чтобы она не опала посмотрите какая красота все друзья прошло 40 минут шарлотка наша готова что-то я подзабыла она выпекалась всего лишь 40 минут но я думала что будет час вот берем проверяем зубочисткой все зубочистка совершенно сухая это она не подгорела просто камера немножко так показывает совершенно нормальный цвет очень даже красивая а запах стоит если бы вы только знали ну вот остынет и будем пробовать вот друзья такая вкуснятина у нас получилось сейчас мы будем пить чайок и кушать шарлотку а вам желаю всем крепкого здоровья успехов всего самого наилучшего всем пока